Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировское отделение Волговятского управления ЦБ. Средний размер кредита 1 миллион 900 тысяч рублей. Это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Средняя ставка 7,25. Доля просроченной задолженности в структуре ипотечного портфеля оценивается как низкая 0,4%. Программа Экономика. Прокуроры рассказали о проверках ломбардов и микрофинансовых организаций. За полгода в Кировской области не выявлено нарушений при приобретении статуса МФО, совершении сделок с их долями или нарушении требований к учредителям МФО. Но продолжаются нарушения при информировании заемщиков и предоставлении займов. Так, в Белохолмитском районе кредитный кооператив Касса взаимопомощи «Пятый элемент деньги» выдавал займы по ставке, превышающей предельную, а это в високосном году 366% годовых. В Кирове кооператив «Грандфинансы» заключал договор и после того, как его исключили из госреестра микрофинансовых организаций. За это он оштрафован на 100 тысяч. Сейчас официально на территории нашего региона 33 кредитно-потребительских кооператива, 22 сельскохозяйственных кредитно-потребительских кооператива, 20 МФО и 9 ломбардов. Экономика. На 101 АФМ. 700 кировчан рассчитывают получить детский кэшбэк. Это деньги за путевки в детские лагеря, купленные на 25 мая. 300 человек уже вернули часть их стоимости на рассмотрение еще 400 заявлений. Их подают через сайт Госуслуг. Вернуть деньги можно, если путевка оплачивалась с картой МИР. Это будет до 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Процедура занимает до месяца. 15 рабочих дней уходит на проверку информации региональным министерством спорта. Затем сведения идут в Ростуризм. Он дает федеральному казначейству распоряжение, перечислить деньги и затем они переводятся на карту. Экономика. Завершение курсов валют на сегодня. Официальный доллар 73 рубля 46 копеек. Евро стоит 86,12. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.